Жители Тувы из-за непогоды остались без электричества, в частности больницы, школы и детские сады. С такой легенды сегодняшнее утро начали сотрудники компании «Россети Сибирь» в республике Тыва. У нас максимум есть два часа, чтобы не заморозить все котельные. С Балгазика, в Балгазике лице стоит? Да, стоит. Ну, значит, тогда с Балгаза напускаем его тащить. Одно лице, а второе, сказали, отправляем. Протокол это, пожалуйста. Готовность к осенне-зимнему периоду компания «Россети Сибирь» в Туве демонстрирует в ходе ежегодных учений по устранению разных технологических нарушений на энергообъектах. Так и сегодня. Учения прошли сразу в нескольких частях Тувы. По легенде, зима. Порывистый ветер до 33 метров в секунду. Температура наружного воздуха около 40 градусов ниже ноля. Вследствие чего произошло условное технологическое нарушение. Мы ввели сейчас режим, особый режим работы предприятия, собрали, экстренно собрали штаб для проведения, выяснения каких-то вопросов, своих моментов. На данный момент у нас сейчас отключено, получается, 9 ВЛ 6-10 кВ, 2 ВЛ 35 кВ и 1 ВЛ 110 кВ. Общей численностью населения 9 445 тысяч человек. Это очень большие цифры, это 144 ТП. Сейчас приняты основные мероприятия, которые у нас сделаны. То есть мы сейчас отправляем РИСЭ, отправляем наши бригады, которые сейчас выезжают на место работ для проведения аварийно-восстановительных работ. Учения нужны для того, чтобы в первую очередь нам понимать самим, как действовать, как работать и как двигаться. То есть мы должны понимать, что это учения, это что? Это реальные действия. Сейчас мы будем реально все это выполнять с реальными действиями, чтобы когда произойдет именно такая ситуация, чтобы мы могли быстро отреагировать на данные учения, на данные ситуации, сложные ситуации жизненные. По задуманному сценарию, только в южной части Тувы обесточенными остались более 1 200 человек. Аварийные бригады незамедлительно выезжают на место учения. Выполняем погрузку опор и железобетонных приставок для устранения аварийно-восстановительных работ по линии Т-4, питающих субажи Балгазан. Мы будем устранять технологические нарушения, выполнять замену двух опор и двух железобетонных приставок. По легенде, шквалистый ветер стал причиной обрыва проводов и теперь энергетикам предстоит за максимально короткий срок устранить неполадки. Энергетики, в буквальном смысле слова, рискуя жизнью, берутся за свое дело. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Так и энергетики с полной ответственностью относятся к учениям. Ведь случись технологическое нарушение в реальной жизни. На кону будут люди, которые остались без электричества или даже отопления.